Почему при теперешней системе много умных, порядочных людей не идут в политику? Не потому, что они не хочут что-то делать, они просто знают, что вся система их перемалывает. Они попадают в эту систему, им приходится вступать между собой, им приходится идти навстречу чем-то этим купленным депутатами и олигархам, им приходится учитывать интересный местных киньсков, иначе ничего не получается, даже чтобы что-то маленькое сделать. И вот в результате всех этих торговленников в конце опять получается пшик. Есть много людей, которые говорят, что надо опять выходить на Майдан, приводить в власть новых людей. Но мы через это уже два раза проходили, и, к сожалению, результат получался противоположным. Давайте рассмотрим разные варианты, которые бывают. Первый вариант. Выбираем из себя хорошего человека, порядочного, честного, несмотря на то, что таких людей не пускают на телевидение, таким людям не дают олигархам деньги, но все равно мы нашли такого человека, прорвали все шлюзы и его выбрали. Потом он заводит нового генерального прокурора вместо этого ушлепка, хочет его провести через Верховную Раду. А Верховная Рада все равно большинство у олигархов. И Верховная Рада не утверждает его гемпрокурора. Или он хочет поменять коррупционную систему, упразднить все эти глупые регуляции, высокие налоги, коррупционные нормы. Опять Верховная Рада под разными каслами, предлогами и так далее все это блокирует. Или возьмем другой вариант. Опять у нас случился Майдан, опять мы привели на угад новых людей, старых всех поменяли, привели этих новых. Опять привели много котов в мешке. И опять мы получили, например, нового Махницкого к гемпрокурору, который взял и продал все должности, продал все уголовные дела. И что мы еще год, два, пять должны ждать, пока такой Махницкий будет окончательно доканчивать страну. В общем, мы подошли к той ситуации, когда ни выбор порядочного президента, дай бог, что бы он случился, ни новый Майдан не дают гарантии смены системы и улучшения жизни. Почему? Все очень просто, потому что старая система заставит любого пойти опять с ней на компромиссии и договоренники. И есть единственный метод поменять ситуацию, это система прямой демократии. Когда президент новый, если он будет хороший, зайдет в парламент с конкретными решениями, и когда парламент, естественно, все это будет блокировать и саботировать, он пошлет их подальше, обратится на прямую народу, и народ одним нажатием кнопки поддержит эти инициативы. А если президент, не дай бог, скурится, то народ соберет 100 тысяч подписей, сделает референдум, сделает ему импичмент и отзовет его к чертовой матери оттуда и начнет выбирать нового. Вот тогда у нас будут реальные изменения. И этого мы можем добиться совместными усилиями и очень быстро, если поверите и захотите. Что такое система первой демократии? Она нас страхует от вот этих недоразумений. Когда вроде новые люди, но оказываются они новыми. Когда вроде честный, например, человек проходит, но у него нет механизмов. Есть много вещей, которые граждане Украины хотели поменять. Например, систему Роттердам плюс. Но пока есть эта система, никто ее не поменяет, потому что от Роттердама плюс кормятся Ахметов, Порошенко и десятки, если не сотни депутатов Верховной Рады должны острелиться всех уровней. Я не гораздо ближе к Верховной Раде, чем каждый из нас, который платит вот эти тарифы высокие. И чтобы поменять систему Роттердам плюс, то это возможно только благодаря прямой демократии. Иначе всех новых депутатов Ахметов опять купит. Он был в хороших отношениях с Кучмой, с Ющенко, с Януковичем, с Порошенко, но вообще партнеры. С новым президентом он будет в хороших отношениях. Я вам гарантирую, если эта система сохранится. И он всегда будет сажать в себе карман депутата. Кого-то деньгами, кого-то тем, что его телеканалы будут мочить или будут поддерживать. Вот я, меня он не любил, я сейчас оказался за пределом Украины. Как нейтрализовать, например, Ахметова и платить меньше тарифов? Через прямую демократию, прямо голосовать. Или налоговая система. В Грузии я сделал 6 налогов, 20% был подоход на дологи, туда ходили социальные, пенсионные, все остальное. Я отменил 90% регуляции глупых. Но те, кто создает эти регуляции, коррупционные нормы, по которым они там отхватывают через санитарные службы, через службы проверки, через местные там, всякие там агентства и центральные. Там у них лобби, там у них интерес. И они всегда будут договариваться с Верховной Радой или с президентом, или с премьером в ущерб народу. А если народ возьмет и просто отменит эти нормы, они ничего не смогут сделать. В такой системе все проще становится. Олигархам нет смысла больше покупать депутата. Потому что, ну какой смысл? Они вкладывают деньги там, чтобы провести кого-то, а там какой-то народ заходит и все эти нормы этих депутатов отменяет. Нет смысла уже депутатам тоже идти на договорники, потому что если они что-то антинародное делают, то есть гражданские активисты об этом узнают, придут, 100 тысячи подпись собирают, отменяют эти нормы. То есть все меняется. Все меняется. И мы переходим на человеческую жизнь. Потому что олигархам и всем остальным придется угождать. Ни президенту, ни министрам, ни депутатам, ни местным каким-то советам, городским ворсоветам или алкогсоветам, а народу в целом. А столько денег, чтобы подкупать народ, у них нет. Они же народа крадут эти деньги, им придется не красть, им придется оставить народ в покое. И тогда мы не только пойдем вперед, мы совершим рылок вперед. Поэтому мне кажется, что мы должны работать. Не верьте тем, которые сейчас говорят, что подписи собирать трудно, или сейчас они подсовывают другую идею, какую-то идею общей конституции. Почему? Договорняк нам сделали. Народный фронт с этим кандидатом, с тем кандидатом. Давайте сделаем новую конституцию, новую референдую, чтобы разделить каждой сестре по сережке, опять власть среди олигархов разделить, и еще более того, народу подсунуть эту новую конституцию через референдую. Да пошлите вы их всех подальше. Не надо голосовать ни за какие их новые конституции. Голосуйте за то, чтобы забрать у них власть. Не за очередную конституцию, договорняк, между собой, через которые они разделят опять власть друг с другом. Они же это вам сейчас подсовывают через олигархические каналы. Просто заберите у них власть. У него, у нее, у всех у них. И сами принимайте решение. Три миллиона подписи. Давайте их собирать в Португалии, где живут украинцы, в Польше, в Италии и в самой Украине. Все украинские граждане даже где-то участвуют. И более того, когда будет голосование, в том числе украинцы, живущие за границей, украинским паспортом смогут зарегистрироваться по этой системе и голосовать, например, с Ротслава или там с Торонто. Потому что они все равно участвуют в жизни Украины. Им не безразлично, что происходит на родине. Они посылают туда деньги, они содержат семьи по большому счету всю страну. И знаете, часто говорят, вот какой интерес. Нам Исаакашин нравится. У него какой-то интерес в прямой демократии. Так вот, запомните, я не 100-долларовая бумажка, что вам всем нравится. Забудьте про Саакашвили. Причем тут Саакашвили? Да у меня есть интерес. Я ненавижу эту коррумпированную олигархическую систему. Живую, мерзкую. Это система, которая является моим личным врагом. Они меня похитили, они меня душили, они меня били. Они меня гоняли под крышей. Они меня кинули в тюрьму и унизили. Конечно, я их ненавижу. Но они это все сделали, потому что я пытался сражаться за вас. Нет большего удовольствия и кайфа нормальному человеку, чем служить обществу и своим гражданам. Да, в этом есть мой интерес. Но, реально, я вам не нравлюсь. Я вам говорю, мне передаст власть, что ли? Я, что ли, борюсь за должность? Возьмите себе эту власть в руки. И когда у вас будет власть, и на то время от времени я к вам приду и буду убеждать, голосовать за то или иное решение. Вот мой интерес. Я думаю, что вы примете более правильное решение, чем Кобалев, который себе зарабатывает 2 миллиона гривен официальной зарплаты в месяц, и Гройсман со всеми своими родственниками, которые надувают щеки важным видом, и даже школьного аттестата у него нет. Что вы не лучше Гройсмана без школьного аттестата можете принимать разумные решения, и вы лучше Порошенко, и его неграмотные банды, всяких каноненков и других морд, не сможете принять решение? Вы вместо этих пустых кандидатов, депутатов, лучше не сможете принять решение? Чего вы себя оставляете без выбора? Так что, тримайтесь. У нас все выйдет. Будем бороться. И будем делать то, что мы говорим. У нас все получится. Я вам объясню через неделю. Как мы дальше действуем? Совершенно конкретно мы все распишем.